Всем щербет, дорогие друзья! Скажите, вам когда-нибудь в жизни нужен был просто фонарик? Ну такой, знаете, чтобы не разбираться с кучей режимов, чтобы в нем не было там встроенного аккумулятора, который вдруг когда-нибудь через 15 лет выйдет из строя, а вы собираетесь передать его по наследству внукам. Чтобы вы, когда спускаетесь в подвал за баночкой соленых огурчиков на даче, просто так нащупали его где-то там на подоконнике, надели на голову и пошли себе за огурчиками. Вот не заморачиваться, просто работает, просто светит и просто надежный из 5-летней гарантии. Встречайте, новиночка Nightcore HA11. Ультралегкий фонарик с двойным светом. Что-то камера не хочет фокусироваться. А знаете, как расшифровывается HA11? Я вам сейчас расскажу. H это Headlamp, то есть налобный фонарик, это значит фонарик на батарейках. Если видите у Nightcore такую маркировку, знайте, что это фонарь на батарейках. Благо, пальчиковые батарейки типа 2А продаются просто везде на каждом углу. Стоят недорого. Ими можно затариться и использовать на все случаи жизни. Не быть привязанными ни к пауэрбанкам, ни к розеткам, ни к чему-то еще. Многие, кстати, олдскульные туристы котируют именно фонарики на пальчиковых или мини-пальчиковых батарейках. Потому что их можно взять с собой с запасом, не заморачиваясь с пауэрбанком. Довольно неплохая мощность в 240 люмен, как для батареечного фонаря. И давайте же посмотрим, чем хвастается еще производитель у нас на коробочке. В комплекте уже шла батарейка, я ее установил, фонарь IP66. Это значит, никакие струи воды под разными направлениями, хоть снизу, не смогут повредить ваш фонарик. А также мокрые, грязные, жирные какие-то еще руки, которыми вы будете его включать-выключать, ему тоже нипочем. Однако полного погружения в воду он не выдержит. С этим лучше не экспериментировать. Здесь же показаны органы управления. Мы до всего этого, конечно же, дойдем. А также есть в комплекте клипса. Присутствует белый и красный свет. Собственно, больше ничего и не нужно. Обратите внимание, что сама конструкция очень простая. Фонарик весит всего лишь 36 грамм, друзья. Корпус выполнен из полимера черного цвета. Присутствует новое для нейткора налобное крепление в виде вот такой вот веревки, которая, кстати, имеет светоотражающие функции. Здесь у нас все очень просто регулируется. Вот так вот кнопкой. Ну, знаете, как на рюкзаках, сумках. То есть вы надели на голову, вам не нужно ничего подтягивать. Мы просто кнопочку раз, подтянули, отпустили. Все очень удобно. Если фонарик весит немного, то вам ничего не давит. Поверьте, ничего не натирает. И все это просто мега удобно и комфортно. Присутствует трещотка на раз, два, три, четыре положения. Так, вроде ложных срабатываний нет, чтобы она кивала носом вниз. Так, здесь два органа управления. Диодик за специальной рассеивающей тир-оптикой. Также я установил уже сюда клипсу. Ее можно просто снять или просто вщелкнуть сюда. Если вы хотите, ну, скажем, на какой-нибудь нагрудный карман или систему молли, или на рюкзак, куда-то его повесить, чтобы он светил, тоже очень удобно. Вешаете, направляете в нужный градус, да, и фонарик вам освещает дорогу. Также это-то все можно легко снять. Вот. И, собственно, такими же нехитрыми движениями легко надеть. Не показал батареечный отсек. Снизу две петли. Открывается. И вот здесь вот пальчиковая батареечка у нас устанавливается, в принципе, вот таким вот образом. Ничего там не болтается. Все хорошо. Теперь давайте по режимам. Изначально показалось, что их здесь всего четыре. Но потом я понял, что ошибался. Давайте начну. Если вы зажимаете вот эту вот кнопочку, у нас включается средний режим и потом максимальный. Средний, максимальный. Все. Здесь их всего два. Зажатием выключается. Если зажимаем кнопочку моды, включается красный свет и единократное нажатие. Так, стоп. Кропочка моды включилась. Красный свет. Меняем на красный мигающий. Все. Далее. Если мы два раза тапаем на кнопку питания, включается лунный режим. Вот. И потом, собственно, если дальше проклацывать, средний и максимальный. Он как бы спрятан, да? Нужно двойным нажатием в него войти. И если мы двойным нажатием кликнем на кнопочку моды, у нас будут спецрежимы белого света. Это SOS, азбукой Морзе и проблесковый маячок. И даже присутствует блокировка. Чтобы фонарик заблокировать, из выключенного положения вы просто зажимаете две кнопочки. Он три раза мигнул и все, фонарик заблокировал. Я, если нужно разблокировать, опять зажимаете, держите. Все, фонарик разблокирован. Получается девять режимов. Если я правильно все посчитал. Три основного света, два красный, это пять. А, шесть, семь. Семь режимов. Вот такие дела. Не так-то он и прост. Этот малыш, как казалось, на первый взгляд. Ну что, погнали светить. Вот до стенки где-то десять шагов, но может чуть меньше. Первое, что обращает на себя внимание, то, что сформирует пятно. Все-таки пятно есть. А второе, на самом деле, такой свет с уклоном немножечко в теплые тона. Не сказать, что прям это теплый свет, но он больше к нейтральному. В зеленый вроде не скатывается. Но приятно светит. Вот это средний режим. И вот это вот максимальный турбо. На велосипеде можно ехать без проблем. Даже можно немножечко посветить куда-то вдаль, наверное. Но в целом светит хорошо. Для такого малыша. Обратите внимание, да? Даже на таком режиме. Ну, это совсем маленький, лунный. Ну, тоже эти подножки можно себе светить. Протыкаем ваши императорские лайки. А с вами был еще разок. Увидимся. Покеда. Подтянулись хорошие новости. Если понравились товары, можете переходить смело по ссылочке в описании. Там вас ждет 10% по промокоду еще разок. Не благодарите, просто переходите.